Девочка 12-летняя девочка написала Путину письмо, где пожаловалась, что ее мама работает медсестрой в две смены и получает крохи. А самой девочке из-за закрытия местной школы приходится ездить за 30 километров. Девочка попросила у царя вселенной мини-трактор, чтобы маме было легче обрабатывать огород, с которого они питаются. Общественность разделилась. Одна часть считает, что надо терпеть, а не просить. Назвали идиоткой, выскочкой, что вот мы тут тоже как бы живем и ничего терпим. Ты дура, раз попросила. Хотя для 12-летнего ребенка, растущего без отца, Путин это волшебная отцовская фигура, которая вполне способна подарить дочери трактор. Другая часть общественности ругает соседей девочке. Зачем вы ее затравили? Хотя соседей можно понять. Гораздо легче все это терпеть, если вокруг все тоже дружно терпят. А в целом получается, что девочка дура, народ быдло. И только Владимир Владимирович стоит перед всем этим, во всем белом, мудрый и просвещенный. И задумчиво подпирает склоненный на бок философскую голову. А ведь 12-летняя девочка вовсе не обязана быть слишком умной. А народ имеет полное право быть быдлом. Вообще каждый имеет право быть таким, какой он есть. А вот Владимир Владимирович, он обязан был служить интересам этих людей. Причем вне зависимости от ума или культуры. Не убивать больницы, не убивать школы. Вот почему все прожекторы, освещающие эту историю, должны быть перенаправлены на него. А Владимир Владимирович, я в свою очередь хотел бы посоветовать сделать все, чтобы оставить прожекторы как есть. И покрепче стравить между собой быдло и небыдло. Пусть они там внизу переубивают друг друга. Пока он весь в белом и на коне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok